Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем курс лекции «Социология и политология». Сегодня вашему вниманию я предлагаю 11-ю лекцию под названием «Политические элиты и политическое лидерство». Очень тоже интересная тема – политология. Мы будем ее изучать по следующему плану. Первый раздел будет посвящен «Политической элите», в частности, это «Определение политической элиты», 1-2 – «Исследование политических элит», 1-3 – «Типология элит». И второй большой раздел – «Политические лидеры». Здесь мы представим 2-1 – «Характеристика сути и содержание политического лидерства», 2-2 – «Сущность и характерные особенности политического лидера», 2-3 – «Ключевые качества и способности современного политика», 2-4 – «Демократическая модель политического лидера», и, наконец, 2-5 – «Политические технологии лидеров». Давайте непосредственно перейдем к 1-1 – «Определение политической элиты». Дело в том, что в человеческом обществе во всей истории всегда наблюдались те люди, которые выделяются из толпы, которые могут за собой повести большие массы, которые всегда отличались своим красноречием, своим необычным мышлением. И в целом их действительно называли «избранные люди». Поэтому термин «элита» происходит от французского слова «элит», что означает «лучший отборный избранные люди». В политологии элитой именуются лица, которые получили наивысший индекс в области их деятельности. Понятию «элита» равноценны такие понятия, как «правящая верхушка», «правящий слой», «правящие круги». Ну, чем же, благодаря каким факторам вообще в том или ином обществе появляются элиты? Во-первых, это психологическое и социальное неравенство людей, то есть их неодинаковые способности, возможности и желание участвовать в политике. Второе – это законы разделения труда, за счет которых требуются всегда профессиональные занятия управленческим трудом. Третье – это высокая общественная значимость управленческого труда. Четвертое условие – это широкие возможности использования управленческого труда или деятельности для получения различного рода социальных привилегий. Пятое – это политическая пассивность широких масс населения. То есть главные жизненные интересы вот этого политически пассивного населения, оно лежит вне сферы политики. Сама элита, она делится на несколько, можно сказать, видов. Политологи выделяют это правящая элита, которая обладает государственной властью. Это оппозиционная элита или контрэлита, которая стоит в оппозиции правящей элите. Это может быть административная элита, то есть это служащие управленцы или бюрократии их называют. И, наконец, политические элиты в партиях, классах. Таким образом, элитарность общества – это действительно, это реальность. Ну, конечно, устранить полностью элиту невозможно, поскольку общество еще не дошло до такого, так сказать, состояния, чтобы самоуправляться. По-любому необходимы вот такие вот люди, которые, вот как я ранее сказал, будут иметь вот такие вот профессиональные качества управленцев. Ну, конечно, в этом всем списке политическая элита, она такие наивысшие позиции имеет, да? Потому что она в максимальной степени приближена к политической власти и имеет возможность влиять на общество. 1.2. Исследование элит. Ну, при исследовании элит используют по литологии три метода. Три метода. Первый – это позиционный анализ. Итак, как позиционный анализ выявляет элиту? Дело в том, что главным преимуществом подобного метода составляет его простота. То есть, достаточно найти списки депутатов, схему организационной структуры правительства, и элита таким образом может быть выявлена. Второй – это метод репутационного анализа. Здесь имеется в виду, что для выявления людей, обладающих властью, необходимо опросить активных наблюдателей или участников политических событий. И вот эти мнения экспертов, они позволят отличить тех, кто занимает высокие посты, от тех, кто реально бессилен. Но тут минус есть какой. Мнение этих экспертов, они субъективны. Стоит поменять экспертов и состав лидеров тоже он поменяется. Также применяют метод анализа принятия решений. То есть, выявление элиты путем идентификации тех, кто реально принимает важнейшие решения. Так, следующий вопрос 1.3 – это типология элит. Ну, в политологии различают, ну, выделяют как бы несколько типологий, так сказать, да? Ну, например, одна из них – это элита, различают элита крови или аристократия, да? Ну, как правило, они существовали в традиционных политических системах. Следующая – это элита богатства или плутократия. Эти элиты существовали в индустриальном обществе в условиях господства финансового капитала. Ну, и, наконец, элитознаний или меритократия – это в постиндустриальных странах в информационном обществе. Ну, конечно, такими классиками изучения политических элит занимались на рубеже 19-20 века такие европейские мыслители, как Моско, Паретто, Михельс и другие. Ну, в частности, например, Моско, он считал, что правящий класс – это класс, который осуществляет все политические функции и монопольно владеет властью и пользуется ее преимуществом. В работах, например, Паретто общество предстает в виде пирамиды с элитой на вершине. И вот, как говорил этот исследователь, наиболее одаренные из низов, они поднимаются наверх, пополняя ряды правящей элиты, члены которых, в свою очередь, деградируются, деградируя, опускаются вниз в массы. Вот. И таким образом этот процесс, он говорил, называется циркуляция или круговорот элит. Немецкий политолог Михельс, в свою очередь, он исследовал проблему политической элиты, партийные массы. И он говорил о том, что в демократических обществах элита, она может происходить такие олигархические тенденции. То есть, определенные лидеры могут власть узурпировать и, таким образом, вокруг себя только узкую какую-то группу держать, невзирая уже там на сам народ. Ну, в некоторых странах мира мы замечаем такие тенденции, конечно. Вот. Далее. Подходы западных политологов к понятию элита, они весьма различные. И, тем не менее, можно выделить два основных подхода к данной проблеме. Ну, первый – это меритократический подход. С этой точки зрения элита – это иерархия, основанная на собственных достижениях. Вот. И второй подход – это властный подход. Он определяет элиту как группу, осуществляющую властные функции и влияющие на общество. Вот. Это два подхода. Так. Теперь мы переходим ко второму разделу, который называется «Политические лидеры». Давайте в пункте 2.1 выявим характеристики и содержание политического лидерства. Ну, конечно, предпосылками к возникновению политического лидерства являются такие условия, как политический плюрализм, многопартийность, а также внутрипартийная и внутрипарламентская деятельность. Ну, вообще в условиях тоталитаризма и авторитаризма политических лидеров, как таковых, не существует. Но имеется в виду, безусловно, один лидер он есть, но он как бы не позволяет, чтобы другие, так сказать, вот так вот быстро эту элиту пополняли. То есть, свое окружение он в основном по номенклатурным законам продвигает, но никоим образом не в качестве каких-то личных качеств. Вот. Ну, это вот тоже в некоторых странах мира мы очень часто наблюдаем. В чем же пункт 2.2? Характерные особенности политического лидера? Ну, вот, например, в политологии, начиная с Макса Вебера, политических лидеров делили на три больших типа. Это первое, это традиционные лидеры или вожди, но они в основном опираются на вековые традиции, да, которые не вызывают ни у кого сомнений. Ну, например, к примеру, это был Хамини в Иране. Второе, это легальные лидеры, то есть они должны получить власть законным путем, да? Вот. Такие, как, например, там президенты США, президенты России, Франции, ну, имею в виду 20-го века, да? Ну, и харизматические лидеры, они, их власть опирается не на внешнюю силу, а на некое необычное качество, которое называют харизмой, да? Ну, в истории мы можем много таких примеров привести, Чингисхан, Александр Македонский, Наполеон и так далее. В наше время немало есть харизматических лидеров. Также интересно, вот, градация, типология, точнее, лидеров на четыре образа лидеров. Это, первое, это лидер-знаменосец, да? Он отличается собственным видением действительности, имеет цель, увлекать за собой людей, да? Второе, это лидер-служитель. Он выражает интересы своих приверженцев. Следующее, это лидер-торговец, третье. Он основывает свои отношения с избирателями на способности убедить избирателей в своей стратегии и пойти на какие-либо уступки. Ну, и, наконец, четвертое, это лидер-пожарник. Он мгновенно реагирует на какие-либо требования масс, вызванные какой-либо ситуацией. Ну, и, соответственно, он действует быстро, так же, как и пожарники. Поэтому такие назвали его. Пункт 2.3, значит, какими ключевыми качествами и способностями должен обладать современный политик? Ну, это, безусловно, конечно, на первом месте это способность квалифицированно аккумулировать и адекватно выражать в своей деятельности интересы широких масс. Понимаете? Вот. То есть, например, в истории мы знаем, да, какой-либо политик или какая-то группа в нужное время, если возникает, то увлекает за собой массы. Как вот, например, во время Октябрьской революции в России появились большевики, и именно они выражали интересы большинства населения, поэтому люди за ними пошли. Понимаете? Именно благодаря этому они вот добились власти. Второе важное качество – это, конечно, инновационность. То есть, политический лидер должен выдвигать какие-то новые идеи, да, совершенствовать их. То есть, нельзя, ну, такое закостенелое мышление, оно не всегда может привести к хорошему исходу. Третье – это, конечно, политическая информированность лидера. То есть, лидер, он должен быть в курсе всех событий, владеть информацией. Четвертое – это особый лексикон политического лидера. Ну, вы знаете, есть такие лидеры, которые вот просто так выражаются не потому, что у них скудный словарный запас, а потому, что они понимают, на каком языке нужно разговаривать, там, например, с жителями села, с пенсионерами, со студентами и так далее. Пятое – это чувство политического времени. То есть, имеется в виду, тут подразумевается формула. Быть политиком – значит, своевременно принимать какие-либо меры. Так, переходим к пункту 2.4, да? Это демократическая модель политического лидера. Ну, здесь имеется в виду, что политический лидер – это глава государства, руководитель политической партии, общественной организации или движения. Ну, конечно, в условиях демократических преобразований политический лидер, он действительно должен отражать интересы больших слоев населения, да? Ну, конечно, тут иногда бывает, население может за него не проголосовать, потому что уже та модель, которую он когда-то использовал, там, лет 20 назад, она уже не совсем приемлема. Ну, в условиях демократии, конечно, сильная оппозиция тоже в любое время может сместить и так далее. Ну, и, наконец, последний вопрос, завершаем, это политические технологии лидеров. Было 5. Ну, здесь такое есть понятие, как политический маркетинг. Вот, он очень развит в странах Запада. Политический маркетинг – это не совсем агитация, да? Но это, прежде всего, грамотное, корректное и целенаправленное выявление и подчеркивание различным социальным и национальным группам именно тех реальных качеств и достоинств претендента на лидера, которым эти группы проявляют особый интерес. Ну, это может быть определенная агитация, это может быть листовки, это может быть выступление по телевидению. Ну, вот, например, во время предвыборной кампании тоже политический маркетинг сильно применяет, на это выделяют очень большие деньги. В странах Запада на это миллиарды уходят, да? Второе – это выборная инженерия. Это профессиональное сравнительное исследование различных выборных округов и соответствующее маневрирование претендента. То есть, например, в зарубежной политологии считается, что для правильного маневрирования претендента в лидеры в избирательных округах необходимо изучать определенные факторы. Ну, и третье – это отношение лидера к конкурентам. То есть, тут, когда человек идет на выборы, конечно, тут нужно понимать, что если он даже выиграет, то оппозиция будет определенной. То есть, как он с ними выстроит отношения, да? Ну, таким образом, тема политических элит и политического лидерства, она достаточно актуальна в политологии, проведена в большое количество исследований. Но те, конечно, события, которые происходят в современном мире, говорят о том, что этой теме нужно посвящать еще более глубинный анализ. Особенно это и в Казахстане, и в странах СНГ и так далее. Таким образом, для закрепления сегодняшней темы я озвучу пять основных вопросов. Первый. Что собой представляет политическая элита как слой общества? Каковы основные функции политических элит? Второй вопрос. Каков механизм формирования политической элиты? Третий вопрос. Что в себя включает понятие политический лидер? Пятый вопрос. Каковы основные характеристики политического лидера? Ну и последний вопрос. Как вы считаете, в чем особенности развития политического лидерства в Республике Казахстан? Спасибо за внимание. До скорой встречи.